Новое обострение Войны большой не будет. Это будут обычные перестрелки, которые имеют целью не допустить голосования в Верховной Раде пакетов по Минску-2, попытка сорвать это. И самое главное, потихоньку подготавливать подход к власти тех сил, на которые новые ястребы в Вашингтоне обопрутся своей политикой на Украине. Это радикалы, блок Коломойского и те партии, которые с ним ассоциируются. Это будет именно попытка срыва договоренности и попытка перевести войну по Приднестровскому сценарию, перед Абхазской. И будут постоянные обстрелы, но вроде бы горячей войны нет. А война начнется только тогда, когда соответствующие ребята будут готовы и физически, и экономически. Ну и морально в первую очередь, потому что поражение, которое было нанесено в прошлом году, быстро не выйдет из сознания поколения. Техника ВСУ, обстрелы, какие-то группы националистов – это все только попытка подготовить территорию к смене режима, который последует за сменой президента США в следующем году, если к власти придут ястребы, стремящиеся к открытой тотальной войне, уверен эксперт. Европе же никакие обстрелы и никакая война не нужна. Европа даже готова платить Порошенко за мир. Получается, что Европа к войне не готова, а готовы по сути только США, привыкшие воевать чужими руками. А готов ли Киев развязать новую войну под хозяйскую дудку? Войны, как таковой, наступательных операций не будет. В одной простой причине. Во-первых, Киев к этому не готов. Если бы были подготовки к наступательным операциям, это скрыть было бы невозможно. Потому что подготовительные этапы, они четкие и понятные. С подвозом боеприпасов, подвозом ЗИПов, подвозом иного снаряжения, учениями, подготовками. А этого, очевидно, не наблюдают. И я думаю, что это маловероятно. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова